Вот тут, недалеко от Лукдода, какой попугай в клеточке есть. Гудей! Савадикам! Вот из хиз неим. Чинива! Чинива! Айдон трепет! Айдон! Ах ты! Ах ты! Любитель по... Это хозяин его. Он с каким удовольствием. Ай как! Only one? One. His boy? She. Girl. Ах такая! Значит это попугайка. И воду тебе принесли. Пей да у людей весели. Bye. Да может быть просто вода в бутылке в такой. Прям пузырила? А я не видела. Ну значит спрайт пьет попугай. Я смотрю, она открывает, она пузырит. Ну значит вот такой любитель изысков. Так, из магазина Лукдот мы отправились на центральную Паттайю. На улицу перейдем на улицу, перейдем дорогу, и там обожаемая мной оранжерейная, назову ее ферма. Ну на самом деле сейчас там цветочный магазин и кафе. Все это соединено. Эта улица центральная не является, но она идет параллельно Сухумвиту, недалеко от Сухумвита. Тут вот не знаю сколько, ну несколько кварталов, наверное. Вот сейчас. Именно по этой дороге не ходили еще ни разу. Сейчас изучим ее, что здесь. Кстати, на северной Паттайе, на улице. Открылся большой 7-11 в виде корабля. Некоторые территории пустующие пока еще. Нет, мы с другой, наверное, стороны подходили. А может и здесь. Тичь-тищи бечут. Тичь-тищи бечут. И в этой части тоже много отелей, гостевых домов. Каждый выбирает для себя, где ему поселиться. Близ моря. Или у него деловая поездка. И ему не нужно быть в центре туристических маршрутов. Очень много парикмахерских салонов и всего прочего. Кстати, вчера на рыночке видели, что... А, это мы на Качанге видели, да? Что салаг продают. Фрукт. Больше здесь нигде не видели. Я так думаю, что ему пока еще просто не сезон. Так же, как еще не особо сезон папайи. Где-то после часа двух начнут кафешки открываться. Ну, это улица, хотя и достаточно широкая, но не столь оживленная, как третья, например. С двусторонним движением. Здесь движения тоже двусторонние. Ну, вполне себе спокойно и свободно. Компорты, компании какие-то здесь находятся. Ну, точно так же и массажи. Но тут не туристическая зона. Да, это не туристическая совсем кафешечка с вегетарианской едой. Он, кстати, на Качанге, снимая еду, я совсем не обратила внимание на вот такие вот штуки, ну, типа пинце. Такие вот штучки на пару, вареные. Это пароварка. А вот здесь, ты говоришь, на холодец, да, похоже? Ну, я не знаю, там что-то, видимо, бобовые какие-то находятся. И дают такое ощущение или консистенция такая у блюда получается. А вот здесь школа. Новому королю, кстати, 67 лет. Рама десятый. Титуловым тапом. Видимо, уроки еще идут. Тут тихо и спокойно, никого нет, школьников. Все, видно, по классам сидят. Гранит на уте грызут. Да, как рук, исхоженных нами улиц, расширяется. Целый, огромный пустырь. Вон там высоченное здание. Централ Си называется. А рядом с ним, ближе к дороге, отель Гран-Сале, который теперь уже несколько лет закрыт, не работает. Ну и вместе с тем, все это обнесенное забором. Огромнейшая территория не только отеля, но и близ прилегающих зданий. Все это пока никак не реконструируется. Это центр такой торговли для дома. Хоум-про. С обратной стороны мы видим это здание. Громадные сооружения. Пешеходных дорожек тут нет. Тротуаров тут нет. Сразу дорога начинается. Ну поэтому там, где загущенная растительность, конечно же, ходить надо аккуратно. Иначе из-за поворота кто-нибудь на тебя выскочит. Или ты на кого-нибудь, или кто-нибудь на тебя. А в воздухе уже такая влажная духота повисла. Большая вилла чья-то. Ну какого-то весьма уважаемого человека. Большая вилла чья-то. Может быть торговые компании, может быть еще что-то. Офисы находятся здесь. В магазине Лукдот сейчас стояло несколько автобусов с индусами. Это видно один из них. Прачечные. Когда проходишь мимо них, и они работают. Какие только ароматы не идут. После кондиционирования белья. Прямо как будто ты в парфюмерный магазин попал. Там мастерская пошивочная. Тоже какой-то отельчик. Твинсап. Ну для российских туристов многие из таких отелей просто-напросто не знакомы. Вряд ли кто выбрал такой. Здесь выезд на сухом вид. Наверное по этой дороге. Нет, не по этой дороге. Хотела сказать, наверное по этой дороге мы ехали в дьюти-фри. Нет, мы ехали, мы сейчас между центральной и северной еще пока находимся, а мы заезжали со стороны южной, не доезжая до центральной по сухому виду, где находится большой дьюти-фрикинг пауэр. Что-то уже работает, что-то будет открываться позже. Здесь тоже отель находится. Нет, не отель. Это школа. Рядышком несколько школ находится. Это видно для местных тут футбольная площадка. Огурцы в макашницах продаются такие же, как мы вырастили в этом году. Привозили семена отсюда в Лукдоге, кстати, покупали. Рассада взошла быстро. Но огурцы весьма своеобразны были в рассаде. Здесь портулак вот такой, нееконкий растет, но там ковричком устилает все. Цветов немного. И рассада долго-долго не могла полноценно начать развиваться. Видимо, чего-то ей все-таки не хватало. Но учитывая, что у нас и лета в этом году не было, то с большим-большим трудом рост начался. Ну и вот в конце концов развились эти огурцы и заплодоносили. И оказались такими нежными, такими вкусными, сладенькими. Мама попробовала и засолила какое-то количество. Но я думаю, что они ни для засолки, ни для консервации особо-то непригодны. Но по вкусу огурчики были изумительные. И по внешнему виду. Точно такие же, как тут продают. Практически бесшипые. Светло-светло-зеленые. В общем, от этих огурцов получили мы удовольствие. Томаты тайские пробовать не начинали. Не сажали. Вот так вот в отдельных местах. Ну, не в отдельных. Очень-очень много этих мест. Рядом с кондоминимом они. Торговыми точками. На краю микрорайонов находятся стояночки таксистов. Тоже гостиничный комплекс. Варабур. А, по-моему, вот Света-то про это и говорила, что ее сюда собирались. Варабури пытая. Варабури. По-моему, про этот отель она говорила, что ее сюда должны были заселить. Это мы сегодня на пляже встретили женщину, с которой познакомились. Она вместе с сестрой отдыхала в прошлом году. Вот именно в эти дни прошлого года. Ну, буквально разница в несколько дней. Сейчас мы 31-го улетаем домой, а там какого-то 4-го или 5-го, да, домой мы улетали в декабря. Вот пока идем-идем, но уже не так много нам осталось. Здесь, если не отели, то это комнаты в аренду. Так что при желании можно заселяться не в отели, а вот в такие гестхаусы или просто комнаты, сдающиеся в аренду. Это может быть помесячное заселение. Или на неделю, или на несколько дней. По необходимости, как вам будет нужно. Хозяйственные лавочки. Смотри, если где-то там вот эти вот надувные круги большие тысячами, да, по 900 бат, по 1000, то здесь вот 359 рублей. Ну, не рублей, батов. На самом деле, вот цены в таких непроходных туристических местах значительно ниже. Это район для местного населения. Ну, кого-то ветром сюда заносит, так же, как нас. Ну, цены здесь и на еду, и на товары, в том числе и хозяйственные товары. Потому что как-то вот именно в таком районе мы покупали необходимые корзиночки, ведерочки. Так, подержи, у меня в кабушек попал. И цены значительно ниже были. Ходить не только по улицам, но и по переулкам, и по бездорожью, по Таи. В общем-то, одно удовольствие. Пыль к ногам не пристает. Вот, если бы у нас мы прошли по нашему песку или по запыленной какой-то дороге, по глинистой, ноги надо было бы отмывать долго-долго-долго. А так мы не утруждаемся длительное время этим. Очень быстро все смывается. Ну, единственное, что, может, камушки какие-то гравийные там или песчаные могут попасть в обувь. Ну, вытряхнул, да пошел дальше. А если в шлепанцах, так сам вылетит. Ну, название улиц я, естественно, не знаю, поэтому сильно не заморачиваюсь. Но та улица, которая идет от отеля Сиам, нет, Савади-Сиам, до Тухкома практически гораздо-гораздо шире, гораздо удобнее для прохода. Это кондоминимум, это жилые дома, но комнаты тоже могут сдаваться в аренду жильцами. То есть это частная территория. Ну вот, пришли мы к центральной улице. Вот он с обратной стороны. Вход в ВИК-Экстра. Но нам сейчас не сюда. Мы сейчас перейдем улицу с другой стороны. Так как мы никаких правил абсолютно не придерживаемся, то машины приостанавливают движение. Но тут на самом деле по-другому перейти невозможно. Даже если есть пешеходный переход, то не сильно-то водители обращают на него внимание. То есть никто тут, кроме европейца, надо сказать, не притормозит перед тобой. Но если за рулем видишь, что лицо европейской наружности, то перед тобой сделают другой жест. И приветственный, и дающий возможность пройти. Переулочке. Отель Харбор. Можно и тут, наверное, было бы. Ну ладно, уже надежнее пойдем по такой дороге, чтобы не ткнуться куда-то в переулок глухой. В ВИК-Си можно зайти из центрального входа и через парковочную зону. Сейчас тут на перекрестке движение было приостановлено. Светофора там нет, но, видимо, проехать было сложно. Ну вот впереди улица, которая называется Центральная Паттаянка. Сейчас по времени посмотрим, сколько нам понадобилось, чтобы дойти. Тут различные учреждения, банки. И вот, собственно, торговый центр Харбор. Си-Экстра. Вот мы и догнали тот автобус, который прошел вперед. А вот те индусы, которые были в магазине вместе с нами. Светофор тут. Он регулирует движение, но мы сейчас будем переходить, сомневаюсь, что по светофору. Потому что для пешеходов он никогда не горит. Так. Дошли мы. Сколько времени прошло? Тридцать четыре, было девять. Так. Тут я не вижу, сколько. Ну, в общем, вот сколько времени. Тридцать четыре. Значит, шли мы двадцать пять минут. Ну все. Пока выключаю. Значит, мы сейчас находимся на перекрестке. Вот там вот впереди третья улица. Велькают там машины. Там следующий светофор. Мы вот здесь на улочке, которая ведет с северной потаиле до центральной. Потом вот первая улица пошла в сторону южной. Ну и нам надо подниматься в сторону Шукумбита. Не столь это далеко. Вот за желтым домом с банковским логотипом на коричневом поле. Желтый круг. И такие, как пирамидочки. Вот там находится цветочный магазин, кафе. Поснимаем уже тогда, когда туда придем. А там напротив, чуть-чуть, получается, вперед, находится Паттайя Бьюти, которая на этой улице располагается. Ну все, двигаем вперед.